У цифровизации не женское лицо? Имеет ли отличие женская цифровизация от мужской? Что нужно женщине, чтобы стать успешной в цифровом мире? И к какому бизнесу помогут выстрелить новые технологии? Обо всем в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Цифровизация прочна, и вряд ли кто-то с этим не согласится, надолго вошла в повседневность большинства. Без цифры сегодня, хотя обойтись и возможно, но лучше и оптимальнее все же с ней. Цифру на вооружение берут и казахстанские бизнес-леди. Правила игры в бизнесе они давно освоили, и на этом поле порой фору дадут и иным мужчинам. Теперь вот обсуждают, как правильно использовать новый инструмент. О тенденциях и перспективах дамы говорили на форуме вызовы четвертой промышленной революции. Бизнес тоже сейчас уже живет почти в виртуальном мире. Все продажи, все маркетинговые исследования, все услуги могут представляться уже через мобильные приложения и так далее. Поэтому чем быстрее деловые женщины, женщины-предприниматели возьмут на вооружение все эти идеи и решения, которые будут здесь за полтора дня предоставлены, уже где-то готовые решения, где-то готовые практики, Я думаю, что каждая из них, приезжая в свой регион, она, конечно, подумает, как мне свой бизнес сейчас таким образом переформатировать, чтобы она сделала апгрейд. Если без шуток, то цифровизацию, конечно же, едва ли можно разделить на женскую или мужскую. Все-таки этот инструмент может быть одинаково полезен без разделений пользователя по гендерному признаку. Но женщине, как хранительнице домашнего очага, цифровизация может все-таки дать немного больше, чем мужчине. Раньше же даже вот предпосылки были такие. Тебе нужно ходить на работу, постоянно какого-то начинается семья создается, и надо семейные обязанности и рабочие обязанности. И люди, женщины не могли это все балансировать. На данный момент создается такая возможность, что вы можете балансировать работу и карьеру, и семейные обязанности. Новые высокие технологии женщины активно берут на вооружение. Тем более, что внедрять их в бизнес помогают финансовые институты, в том числе и международные. Предпринимательницы в Казахстане сегодня это не только бизнес луман. Встречаются среди них и совсем юные жительницы республики. Возраст им, впрочем, для реализации их бизнес-идей не помеха. Я был чрезвычайно рад сегодня увидеть на мероприятии представляли новых стартаперов. Пять молодых девушек с пяти до двенадцати лет, которые развили свой бизнес и будут участвовать в мировом состязании новых стартаперов. Я много вижу, конечно, детей, молодых девушек по городу ходят, всех телефонов, все понимают цифровизацию. Мне кажется, для них вообще тема цифровизации намного ближе и понятнее, наверное, чем реальный мир. Цифровизация сегодня помогает бизнесу мужскому и женскому быть мобильнее, энергичнее и не зависеть от расстояния. То, на что вчера нужно было затрачивать десятки часов и слов, сегодня решается кликом мыши. Я поставил мой контракт с Министерством финансов Америки. Я с ним пять лет работаю, я их ни разу не видела, потому что они хотят убрать любую возможность, чтобы у тебя был персональный контакт с ними. Я только с ними работаю по телефону или по e-mail, и все. Получается, мне не нужно, я их ни разу не видела, они живут в DC, у них офис в DC, я даже их офис никогда не видела. И это они пытаются привести, поэтому такую ситуацию можно создать. Точно так же, например, с клиентами. У меня клиенты есть в Европе, с которыми я иногда езжу, встречаюсь, потому что они любят, когда ты с ними встречаешься, ты с ними обсудишь. А есть люди, которые, вот я с ними редко реже вижусь. Так что цифровизация вообще, в общем, она очень хорошо влияет для любого поколения. Цифровое все прочнее устраивается в нашей жизни, делая ее уютнее и комфортнее. И вот кажется, что рядом с нами она была всегда благородно, давая нам возможность немного отдохнуть от повседневности и поразмыслив создать очередную новинку. А узнать обо всех вы традиционно сможете в программе «Цифровой Казахстан».